У животных тоже есть дети. И мы хотим показать, что животные тоже нуждаются в любви, в ласке. Они все имеют право на жизнь. Много случаев, в которых рассказывают люди, что не те, может быть, службы, может быть, люди травят. Ну почему? Мы все эти службы знаем. Это служба аутосалубритати, которая получает от примарии приказы убивать животных. Мы все знаем это. Мы не раз говорили на всех пресс-конференциях, что используют. Они используют эти лекарства, которые применяются для людей, для лечения туберкулеза. Это тубозит. Но для животных это смертельно. Животные умирают в страшных мучениях. То есть это не секрет. Это уже давно все известно. Это уже давно все доказано. И то, что люди прекрасно понимают, что те деньги, которые должны идти на содержание животных, на стерилизацию животных, просто уходят в другой карман. Для Молдавии это не новость. То есть за деньги могут платить? Конечно, конечно. То есть для того, чтобы убить собаку, они не тратят очень много. Они берут вот эти вот таблетки, которые предназначаются для людей, и убивают собак. То есть это бесплатно практически. А те деньги, которые должны уйти на стерилизацию, на содержание этих, они уходят в карман. Мы писали в примарию очень много. Мы делали конференции, мы делали протесты. Но, к сожалению, это не имело никакой реакции со стороны администрации, со стороны примарии. Эта отрава раскидывается работниками аутослабритати. Они раскидывают ее утром, рано утром, в 4 часа утра, где-то так, когда люди еще спят. И самое ужасное, что если животные едят эту отраву, то потом они погибают в страшных мучениях. И это происходит в ранние часы, когда дети идут в школу. У нас было очень много звонков от детей, от родителей, которые были в страшном стрессе. У детей был такой стресс, они не могли потом пойти в школу. Их нужно было уже к врачу идти после этого, к психиатру, потому что у них был такой стресс, что они не понимают этого. Дети же все, у них все происходит, все эмоции переходят через себя. Они не могут смотреть, как животные, его любимые животные, умирают. Они не понимают этого. И все это потом у них остается на всю жизнь. Почему наша администрация не понимает, что если ты убил животное, ты убил жизнерадостность этого ребенка, психику. Ты нарушил психику, после этого он уже никогда не забудет этого. Я люблю животное, и я хочу работать на алга. Я думаю, что это интересно, красивая ассоциация, обоих правилах животных. Здесь есть собаки на улице, много проблем. Я думаю, что это интересно. Против того, чтобы государство убивало животных на улицах, да, это самое главное против чему. У нас в Чехии есть государственные приюты, и поэтому нет собак на улице, только там в приюте. И, конечно, могут люди приходить и взять себе собак. Мы пришли искать хозяев кошечки, которую нашли во дворе под машиной. Кто-то очень ответственно выкинул двух маленьких котят. И, к сожалению, очень часто почему-то находим кошек с маленькими котятами, маленьких щенков, которые только открыли глазки. И пристраиваем, ищем добрые руки. Не всегда получается найти хороший вариант, но стараемся. У нас во дворе, вот я живу на Пушкино, у нас жили собаки очень долгие годы. Весь дом их кормил, а в этой зимой их просто отравили. Мы находимся в диком состоянии, на самом деле. До Европы нам очень далеко. Против жестокого обращения к животным. Как известно, у нас в Кишиневе, особенно этой весной, участились случаи отравления бездомных животных на улицах. Самое страшное, наверное, то, что наши дети видят, как эти животные на их глазах умирают. Что еще сказать? Тут и так все понятно. Зимой, полгода назад, пошла его на улице. Он сам подошел. Вначале боялась, думала, что чья-то. Потом решила взять. И оказался очень даже домашний. То есть он в квартире не гадит, ничего не грызет вообще. Очень хороший у него характер. Славный пёс. Просто с улицы, да. Я его скупала, вакцинировала. У нас есть паспорт с мужем, домашние. Ну и собакой на улице стало меньше. Ну да, получается так. Ну это как бы не первая моя собака, спасенная с улиц. Есть еще несколько. Ну и я их пристроила. То есть они тоже живут в новых семьях. Так, по мере возможности, нахожу, пристраиваю. Потом проверяю, как живут в новой семье. Получается, я его спасла за день до того, как отравили всех. Да. Если бы я тогда его не забрала, он бы был тоже отравлен вместе со всеми. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok